ВООРУЖЕННАЯ МИССИЯ МИРОТВОРЦЕВ ООН Об этих и других темах говорим сегодня. Добрый вечер. Вы смотрите «Лабиринты мнений» в студии Максим Суражский. Сегодня мой гость – председатель правления Международной лиги защиты прав. Граждан, правозащитник Эдуард Багиров. Эдуард, добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо, что пригласили. Начнем с главной темы недели. Украина будет требовать расширенный мандат для миротворческой миссии ООН. Голубые каски должны разместиться по всей территории Донецкой и Луганской областей, в том числе и неподконтрольной. Они должны быть вооружены. Об этом заявила представитель президента Верховной Рады Ирина Луценко. Другие нардепы такой план поддерживают. Эта миротворческая миссия должна примусить к миру. А значит, разоружить сепаратистов и террористов, которые находятся на этой территории, будет требованием обязательного вывода иноземных войск. Мы имеем на увазе войск-агресора России с территории Украины, и воинственных инструкторов. Эдуард, какое ваше отношение, как правозащитника, к возможному появлению голубых касок на Донбассе? Только позитивную. Миротворцы – слово «мир». И граждане Украины хотят мира. Уже три года война, и уже мы устали от этой войны. Войны политика, войны вооруженных сил, и то, что происходит на востоке Украины, это мы знаем. Это акт агрессии России и Кремлевской верхушки в лице Путина. И то, что сделано было заявление Путином о том, что он не возражает, чтобы на территории Украины были миротворцы, и с предложением, чтобы было вдоль разграниченной, скажем так, оккупированной территории, это говорит о том, что все-таки международное сообщество, в том числе и европейские наши партнеры, и американские, принуждают Путина к тому, чтобы он согласился, чтобы на территории Украины были миротворцы. Я согласен с политиком, который выступает, украинским политиком, которые говорят о том, что миротворцы должны быть по всей территории, но самое главное, чтобы мы могли, миротворцы и пограничники Украины, контролировали границу между Россией и Украиной. Только в этом случае миссия миротворцев может быть выполнена, и, естественно, в дополнение к тем требованиям должны быть выведены российские войска и те наемники, которые сегодня находятся на территории Украины. Только таким образом может быть мир и, соответственно, благополучие. Какие прочие условия могут быть, с одной стороны, выгодны для Украины, а какие условия могут быть небезопасными? В любом случае, выгодно это прекращение применения оружия. Это однозначно. В любом случае, выбор вооруженных сил России. Это однозначно. И, соответственно, если выполняются эти условия, то процесс мира начинает уже действовать. Я думаю, что этот вопрос будет уже закрыт в ближайшее время до конца года, так как принятые Сенатом США законы и санкции против России, Ирана и Южной Кореи действуют. Это очень серьезный фактор психологического, политического, экономического давления на российскую верхушку. И у них нет другого выхода, в частности, президента России, чтобы он не согласился на те условия, которые были внесены министром иностранных дел Клинкеном в Совет Безопасности ООН. То есть другой формулировкой, что вооруженные миротворцы должны находиться по всей территории, оккупированной территории Украины. Я думаю, что все-таки там мы дождемся эти 2-3 месяца, этот процесс будет уже продвигаться, и мы увидим результат. Эдуард, если все-таки сигнал будет дан, и действительно до конца года или в следующем году будут введены миротворческие силы, то кто может стать гарантом того, что процесс будет успешным? Дядя Сэн в лице Волкера. Он смотрящий над Путиным. Что он приказывает, то и Путин будет делать. Другого варианта? Не над Сурковым? Сурковый это мальчик, он побегушек, который может прийти и передать своему хозяину любую информацию. Им приказы. Волкер тоже человек новый. Нет, он старый, он еще в двух президентах работал, он очень опытный разведчик, он очень опытный офицер, он служит Америке, и он понимает, что только дружба Америки и вытеснение России и территории Украины может привести к миру и определенному стабильности в регионе. Поэтому других вариантов нет. И не может Путин, Сурков и все остальные, путинская верхушка кремлевская свои условия требовать. Это было в 2013-2014 году, 2015, сейчас 2017 год. Сейчас вся европейское сообщество консолидировано, они уже понимают реальную угрозу. Они уже в соглашении, которое было в Мюнхене, встреча, они четко озвучили оппозицию. И после этого Минская встреча Волкера с Сурковым, помощником президента России, четко ограничили временные рамки. Уже российские войска собирают своих военнослужащих, уже все понимают и в ДНР, и ЛНР, что ситуация меняется. И в ближайшие полтора года максимум будут там и мировотворцы, будут там и наши пограничники, будут проводить, скорее всего, очистки от тех неблагонадежных граждан Украины, которые так или иначе сотрудничали с оккупационной властью России, так называемые коллаборанты. В том числе и Плотницкий, в том числе и Захарченко. У них есть вариант сейчас просто пойти на требования Украины, сдаться, может быть, это будет учтено как смягчающее обстоятельство. У юридической стороне вопрос. Какой правовой фундамент требуется для введения вооруженной миссии ООН? Решение Совета о безопасности ООН. С нашей стороны. Наши, мы готовы, мы согласны. Россия может воспрепятствовать очередной раз, значит, может... В каком виде она хочет этих мировотворцев? Ну, как заявил Путин, чтобы это было вдоль границы, да, то есть между Украиной и захваченной войсками территории. Они не являются стороной конфликта, как они везде просят заметить. Это уже раздражает мировых лидеров, понимаете, когда он встречается с европейским лидером, объясняет, что меня там нету, да, говорят, Владимир Владимирович, ты или сумасшедший, или что ты меня пытаешься за дурака выдать, да, то есть все уже прекрасно понимают. И Путин понимает, что вот их варианты для внутреннего потребления информации, которая была там для россиян, для телевидения, да, как бы рассказывали, что там нету нас, там нету военнослужащей России, там только там отпускники, там мародеры-убийцы, да, то есть, ну, мы понимаем. Время прошло, даже каждый житель Донецкой, Луганской территории оккупированной России уже знает, знают россияне, знают европейцы, да, то есть все прекрасно понимают. И вот эта риторика и попытка информацию, которая пахнет нафталином, выдать как свежая, да, вот нас там нету, уже не воспринимается. Поэтому в любом случае Путину надо будет забрать свои войска однозначно. И там уже будут действовать решения и решения ООН, и в том числе европейские институции, которые уже ранее принимали решение, да, и в том числе европейский суд, уже юридически признал факт оккупации России и территории Украины. Буквально еще полгода будет решение Европейского суда, будет решение по малазийскому самолету, да, это однозначно военный трибунал. Будут решения по поводу аннексии Крыма, будет решение в том числе массового убийства граждан Украины в Луганской и Донецкой областях. И в том числе Россия придется выплачивать огромную контрибуцию тем гражданам, которые пострадали, которые стали вынуждены временными внутренними переселенцами. Те, которые там живут под оружием, под угрозой, под лишением здоровья и имущества. И Российской Федерации придется выплачивать. И в том числе и рассчитываем на международную помощь и американцев, и европейских наших партнеров, финансовые обливания. Но у меня есть ощущение, что она будет всячески препятствовать этому процессу. Кто именно? Российская Федерация. Ну если это будет в тому времени в той форме правовой Российской Федерации. Сегодня идет центробежность политической обстановки в России, экономическая, политическая, о том, чтобы Россия может развалиться на отдельные края и так далее. Можно изучить в том числе и Ютуб, и интернет, и уже об этом говорят в открытую. Что касается России, ну еще раз повторюсь, тот запас прочности, который был в 2013 году, да, золотовалютный запас России, сегодня уже ноль. То есть России нет денег, война требует финансов. Европейцы перекрыли все финансовые возможности России, чтобы получить финансовую поддержку для продолжения войны. То есть война это деньги, это ресурсы. России нету, Путина нет денег. Как сказал этот премьер-министр, да, денег нет, но вы держитесь, да, то есть уже держаться сил нет. Нет, фактически вот буквально эти полгода, которые вот четко после решения Сената о принятии закона, четко ограничивают время для Путина и всего его окружения. Это касается и в том числе наших украинских политиков, начиная от президента Украины, заканчивая премьер-министров, бывших, настоящих, им тоже четко дан сигнал. То есть вы должны эти вопросы решить четко определенный срок, указанный, ну скажем так, нашими американскими партнерами и европейскими партнерами. Эдуард, закрывая тему миротворцев, ваш прогноз, реально ли с помощью голубых касок прекратить войну? Нет, с помощью голубых никак нельзя. Должны быть наши солдаты, должны быть наши правоохранители, да, и, соответственно, при помощи вот наших органов государственной власти, да, мы сможем навести порядок, и это будет однозначно. Донецк, Луганский, так называемых народных республик не будет. И, соответственно, там будет украинская власть, и будут законы Украины действовать. После короткого материала продолжим говорить на тему минских соглашений. Возможное размещение миротворцев на Донбассе не должно заменить минские соглашения. Об этом заявил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук. Мы в нашей миссии приветствуем любые инициативы, направленные на стабилизацию и урегулирование ситуации в Украине, а также достижение устойчивого мира. Вопросом, когда, где и при каких условиях будет развернута такая миротворческая миссия, должен заниматься Совет безопасности ООН. ОБСЕ накопило колоссальный опыт за последние три с половиной года работы на Донбассе, и наша миссия выражает готовность провести консультации и оказать любую поддержку. Любая инициатива, впрочем, не должна отвлекать внимание от ответственности сторон за прекращение этого конфликта. Все обязательства, подписанные в Минске, должны быть выполнены. И для достижения полной реализации минских договоренностей необходима политическая воля, и от этого никуда не денешься. Александр Хук, первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Эдуард, насколько, по-вашему, жизнеспособны и актуальны на сегодня Минские соглашения, и не превратились ли они с течением времени уже в политическую ширму? Я однозначно могу назвать данный документ как мертворожденный. Минские соглашения, а фактически это был акт капитуляции. Ну, первые в сентябре как-то сказали, ух, остановили процесс, когда была прямая агрессия. Это было некое соглашение, они попытались реальную ситуацию перевести на документальную, скажем, основу. И в то время, когда подписывала украинская сторона, это был акт капитуляции, однозначно. И условия, которые были изложены в Минских соглашениях, да, и последующие были другие соглашения, которые дополняли, изменяли, так называемые Минские соглашения или акт капитуляции Украины, и Европы, в том числе, перед Россией. Да, на тот момент, да, действительно, необходимо было принять какой-либо международный документ, а как-то остановить уже полномасштабную военную агрессию, что планировал сделать президент России Путин. Да, какой-то исторический момент этот документ, так называемые Минские соглашения, они имели силу юридическую, да, они как бы регулировали взаимопонимание, обязанности и права сторон. И, соответственно, пройдя определенное время, уже три года прошло с того момента, как было подписано в 2015 году, соответственно, ну, уже два года больше, третий год, то мы понимаем, что ситуация вобще изменилась, да, и в Европе, и во всем мире. И, соответственно, уже европейские партнеры, когда раньше в течение двух лет заставляли украинскую власть выполнять буквально в смысле все соглашения, сегодня они понимают, что Путин вздыхает, то есть у нее нет ресурсов, возможности начать другую серьезную войну, и, соответственно, они уже требуют исправлять, выполнять не те пункты, которые были указаны Путином, да, а те последующие, например, там, установить границу, да, там, выборы провести уже после того, как будет украинская власть и законодействие территории Украины. То есть сейчас ситуация поменялась, и уже соглашение, которое было подписано, и был какой-то большой расчет на то, что это соглашение будет действовать как основной документ, сегодня не работает. И вот все эти заявления Хука там и прочее, да, что БСЕ там, они получили опыт, к сожалению, на нашей шкуре, да, потому что научились, как в нашей стране идет война, может быть, и хорошо, но надеюсь, что все-таки Минское соглашение войдет в историю Украины и европейской истории как документ принуждения агрессора России против Украины, оно такое наебует, историки так и назовут. Вот, а то, что этот документ сегодня признан на всеми государствами, да, это говорит потому, что и канцлер Германии, да, принимая участие, и президент Франции, и другие страны фактически показали свою политическую импотентность. Они не могли заставить другими путями, они попытались заставить Украину, а президент Украины Порошенко был вынужден, где-то и хотел, и подписал это соглашение, и фактически мы попали в правовую кабалу. И каждый раз нам пытаются, кнут носом, говорят, вот Минское соглашение, вы Украину не выполняете, да, при этом должны были понять, что любой пункт Минской соглашения, это невыгодно Украине, однозначно, кроме двух пунктов. Контроль на территории, оккупированной территории, да, и контроль над границей. А какие пути к принуждению, к миру были тогда у европейских партнеров на тот момент? Может быть, даже на сейчас? О, они три года выражали нам озабоченность, глубокое беспокойство, они переживают за нас, украинцев, что нас убивают, они очень переживают. Да, вот все лидеры. Можно взять архив и посмотреть, да. Почему переход к жестким санкциям происходит? Когда российские вооруженные силы, самолеты нарушают международные границы, да, территории стран ЕС, когда в Минске проходит уже так называемое учение военное, в кавычках, это же акт агрессии, уже европейцы понимают, что если не остановить Путина, его амбиции, да, вернуть Советский Союз все бывшие республики путем оружия и убийства граждан наших стран, то, соответственно, дальше война будет на территории Польши, Литвы и так далее, и так далее, как уже говорят российские политики, да, в разном ток-шоу, что вот мы доберемся до Поги в Лондон, там, не знаю, там, до других там столиц, да, и это стало не просто страшным словом, это же реально. То есть европейцы уже поняли, что если не остановить агрессию Путина на территорию Украины, да, и не выдавить ее обратно, то война может быть уже в других республиках, в странах Евросоюза. Вы назвали Минские соглашения мертворожненным документом. Скажите, отчего тогда до сих пор первые должностные лица Украины часто употребляют формулировки, что мы соблюдаем, мы надеемся, мы реализуем там какие-то пункты. Могут ли быть в ближайшее время действительно реализованы те пункты, под которыми подписывалась украинская сторона? Ну, однозначно, но это будет не потому, что подписано Минское соглашение, уже будут другие международные документы подписаны между Украиной и Россией при посредничестве Евросоюза и ООН. То есть я имею в виду акт прекращения войны, оно будет признано уже, но уже не этим президентом России и, наверное, не президентом Украины. То есть это будет происходить буквально в ближайший год, и события, они будут развиваться, скажем так, не по тем сценариям, которые в Москве подготовлены, да, там и в других странах. То есть реально война закончится. И, соответственно, Украина будет иметь право требовать, и не только через международные суды, да, но и требовать, и получить контрибуцию, получить возмещение нанесенных материальных и моральных ущербов для государства и для граждан Украины. Эдуард, мы вот только что прослушали комментарии представителя ОБСЕ Александра Хуга, и там он говорил о политической воле. Должен ли быть найден компромисс, и каким он должен быть, ваше мнение? Ну, политическая воля вроде бы есть у нашего президента и депутата Верховной Рады, но он слабый. Насколько я понимаю, что можно было бы и требовать соответствия Будапештского соглашения, которое было подписано в 1991 году между Россией, Украиной, Америкой и Великобританией, и это могло бы быть уже поводом и гарантии безопасности. Четвертый пункт этого соглашения четко прописывал, что в случае агрессии против Украины эти страны должны помогать, да, и даже через запятую... Отказываясь от ядерного оружия. Да, ядерного оружия, да. То есть фактически они нас подставили, да, то, что для нас делают американцы и наши английские друзья, это просто, ну, как бы выполняет свою обязательство, да, но не в полном мере. И, соответственно, вот с этого надо было начинать, да, или, по крайней мере, включить механизм всех международных встреч, в том числе сейчас в Вашингтоне, да, вот президент Украины должен выступить с трибуны, такого высокого, скажем так, органа, как Объединенные нации, и заявить о том, что, уважаемые наши партнеры, спасибо вам за помощь, американцы, но вы обязаны, вы должны, да, вот ваш президент подписывал, вот стоит Клинтона подпись, да, и стоит Кэмерона там подпись, Джона Мэджона, если не ошибаюсь, ваша подпись стоит, да, то есть вы обязаны выполнять международные соглашения, вы должны помогать. И то, что 500 миллионов выделили в Сенат, да, это копейки, по сравнению с тем, что тратит Украина на эту войну с Россией. Какая трибуна, вот вы сказали, а сегодняшний, сегодня будет президент выступать или выступил уже в Нью-Йорке, на Ассамблее ООН, какая трибуна или какой стол переговоров может быть эффективен в этой войне? Ну вот и ООН может, Совет Безопасности, это может. Может или будет, как вы считаете, есть Минский, есть Нормандский процесс? Понимаете, формат работы Совета Безопасности предусматривает, что постоянные члены Совета Безопасности, они могут выдвинуть вето, то есть запрет на территорию резолюции. Так и поступают, да, и по Сирии, там, по Украине, да. Но китайцы уже все, одумались, они понимают, что с Россией унисон голосовать, это себе же хуже. То есть неэффективный. Однозначно, да. Сейчас разрабатываются новые изменения устава ООН, чтобы убрать этот механизм запрета со стороны России и других участников, стран, которые являются агрессорами, по сути дела. Соответственно, если это произойдет, то это произойдет в ближайшие несколько лет. Это будет дольше, даже как закончится война между Россией и Украиной. Поэтому сегодняшний механизм, это позволила бы, вернее, площадка, как вы правильно сказали, президенту страны сделать публичное заявление всем странам мира. Вот есть Будапештское соглашение, раз. Есть Минское соглашение, так называемое, и признать, что это не соглашение, это акт капитуляции, который он подписал во имя будущего Украины для жизни и спасения граждан Украины, допустим. И, соответственно, эти аргументы должны быть основными. Мессенджи президенту Украины для других президентов и руководителей стран. Но мы этого не видим. То есть мы видим, что есть некая попытка, заявление о различных встреч международного и европейского уровня, но намного ниже. Там есть, скажем так, СМИ, там есть какие-то лидеры стран, но это незначительное количество. Потому что это последние ЕС, 17, у нас было в Киеве. В принципе, президент правильно сказал. Если бы он повторил эти слова с трибуны ООН, имело бы больше пользы для Украины и для того, чтобы война закончилась между Россией и Украиной. Эдуард, а вот в ситуации, когда документы для агрессора не имеют юридической силы, слова не имеют веса... Имеют. Имеют эти санкции, которые европейцы, американцы и другие страны ввели против России. Экономические санкции, финансового характера. Они просто разбивают Российскую Федерацию на мелкие автономные республики. Фактически экономика России сейчас в ужасном состоянии. У нас не лучше. У нас своих хватает всяких жуликов, которые воруют бюджет, они дают нам развиваться. Это наши внутренние. Но в России намного крат больше. Проблема в России намного больше. Потому что я время в это время приглашен как качественный эксперт российского телеканала. Я там то же самое и говорю. И я вижу, как люди общаются. Я вижу, как они живут. Как это было в 2014-2015, 2016-2017 годах. То есть ситуация в России намного хуже, чем в Украине. Но мы не должны этим тешиться. Что там плохо, а у нас лучше. Нет. Понятное дело, что нам необходимо убрать главную проблему, оставляющую коррупцию. Поднять экономику. Показать россиянам в Европе, что мы уже изменились. И только таким способом мы сможем ускорить становление государства и позицию Украины. Мы не должны все время просить и выпрашивать. ЕБРР, американцев, европейцев. Что у нас делает? Наше политическое руководство превращается в политических попрошаек, которые просят только деньги. На проедание. Эдуард, вы упомянули сами, что продолжают приглашать на российские ток-шоу. Да. Когда вы были в последний раз? Два месяца назад. Как вы считаете, вам удается донести свою позицию, позицию украинцев российскому телевидению? В последнее время, если вы понаблюдаете... Вы знаете технологии, по каким они работают? В последнее время я наблюдаю, что было еще 2-3 года назад, когда перебивали, захлопывали, убирали звук микрофона. То есть, все это я прошел, мои коллеги с Украины, эксперты могли донести какую-то информацию, часть россиян, которые адекватные. Их десятки миллионов, реально, россиян, которые понимают, но они в меньшинстве. Они не могут повлиять на внутреннюю политику, внешнюю политику. Являются ли они аудиторией этих шоу? Они являются аудиторией, и они там сами же после архивов ставят свои посты, поддержку. Вы отслеживаете в интернете, да? Мы мониторим все и до, и сейчас, и мы видим, что ситуация поменялась. Даже ведущие, о котором я лично говорил, всем известным ведущим России, что рано или поздно вы будете нуждаться в правовой помощи. Против вас будет возведено главное дело за агитацию войны. Вы являетесь одним из основных источников агрессии против украинцев, против войны. Вы агитируете граждан России, чтобы они с оружием в руках убивали граждан Украины. То есть, этот процесс уже пошел. Они же начали сознавать, как и Путин, что вот еще немного будут правовые последствия. Для Путина военный трибунал, о чем я говорил еще в 2016 году в программе «Прямом эфире». И сейчас об этом говорю. То есть, понятно, что ситуация меняется, да? И мнение отношений россиян меняется, да? И у нас в Украине тоже. Единственное, я знаю точно, и в России, да, та часть категории, которая адекватна, и в Украине, да, мы хотим мира. Мир обязательно будет. Вот нам нужно будет в протяжении 50 или больше лет работать так, чтобы вот этот рано, который коврозоточен сейчас, да, мы как-то его закрыли, чтобы мы не чувствовали ту боль, которая сегодня есть. Я думаю, что к этому мы придем. Но сегодня у нас есть более серьезные проблемы. Это донести до наших украинских властемощек, да, чтобы они не умалчивали, не позволяли себе, там, скажем так, называть другими словами реальные вещи, которые сегодня происходят. Если у нас война, то мы называем это война. Да, если мы переводим плоскость АТО на решение через закон об войне, то мы можем рассчитывать и поддержку, в том числе ООН, можем рассчитывать и поддержку других стран. Но они нам говорят, что вот если мы объявим войну, у нас будет проблема, нам не будет финансирования, да, там не будет инвестиций, но это все неправда. Потому что ситуация изменилась, еще раз повторюсь, да, и нам готовы международные финансовые институции, да, вносить там многомиллиардные инвестиции, сделать план Маршалла, как это было в 45-47 году в Германии, да, то есть самые будут у нас... 5 миллиардов в год планируют на протяжении 10 лет выделять. Будет десятки миллиардов инвестиций в экономику. Но для этого нужно подтвердить свою готовность и зрелость. И наше политическое руководство, чтобы те, которые сегодня есть, их не было через год-два. Либо оно проявило свою зрелость и готовность к таким переменам. Чтобы не стать фигурантом трибунала, да, в будущем? Нет, нет, готовности развиваться. Давайте поговорим, не будем больше говорить о войне, но поговорим о проблемах, войной вызванной. Мы поговорим о защите прав переселенцев. У нас есть материал, после него продолжим. Голодовки, митинги, пикеты и акции. Переселенцы пошли в наступление. Борются за то, чтобы стать полноправными гражданами Украины. О первых победах вынужденных мигрантов на пути обретения нового жилья в комментарии координатора общественной инициативы Донбасс-СОС Ольги Гвоздевой. Это хвиля митингов, на самом деле, про такую системную проблему, как отсутствие программы забезпечения житла внутренне перемещенных людей. Это выполнение закону, который позволяет получать пильговое кредитирование на купе житла внутренне перемещенным особам. Это закон есть, но для его выполнения нужны изменения для законных акций и нужны выделения бюджета на соответствующую программу. Сьогодні зранку были внесены изменения к постанове, которые позволяют ставить переселенцам в чергу. И, до речи, АТО всем так же. А в чергу для забезпечения житла в этой программе, когда часть кредита покрывает государство за рахунок программы. Но осталось, на мою думку, важный крок – это выделение бюджета на эту программу. Но мы должны понимать, что это только для одной категории граждан, которые способны купить житло, часть житла все-таки за свой свой граждан. Но остается еще большая количество граждан, которые этого не смогут сделать, а которые просто не выделят кредит. Эдуард, вот недавно Кабмин разрешил переселенцам, пенсионерам, переселенцам получать выплаты через любые банки. Также упростил процедуру, я так понимаю, проверки над выплатами. Это, безусловно, положительные стороны. Но они были бы абсолютно положительными, если бы их, собственно, и не было изначально. И изначально не попирались права граждан Украины. То есть следует об этом помнить, почему они продолжают митинговать. Теперь это вопрос, чтобы исполнялся закон 1954. Его статьи говорят о том, что 50% жилья для ветеранов АТО и переселенцев компенсирует государство, либо под ипотеку 7% годовых. То есть довольно доступная ипотека. Мне интересует такой вопрос. Почему вот даже на сегодня чиновники говорят, что это, возможно, не наша электоральная база. Ну, где-то в кулуарах есть такие разговоры. Они видят в вынужденных мигрантах угрозу. Говорят, что денег нет. Говорят, что политической воли нет. Почему до сих пор препятствуют полноценной интеграции, я напомню, украинских граждан на новых местах, новые громады в Украине? Ну, во-первых, хочу поблагодарить Ольгу, коллегу, за то, что они стараются, пытаются помочь гражданам. Во-вторых, все граждане Украины, они имеют право на помощь и поддержку государства. В-третьих, нет политической воли и решения, что касается восстановления законных прав граждан Украины, временных переселенцев Донецко-Улаканской области. Что касается финансов, я бы сказал бы так, они нашлись бы, если бы сегодняшняя власть меньше воровала в бюджет Украины и хватало бы всеми переселенцам и участникам АТО, в том числе финансирования строительства, которое бы предоставляли по льготной схеме 50%. Это все необходимо было сделать еще в 2014-2015-2016 году. Но, слава богу, что через три года, наконец, созрели, дошло до них, до премьер-министра президента и всех остальных депутатов, что необходимо принять постановление к министрам, разработать законопроект, который позволил бы. Я был бы очень рад, если бы закон отработал бы еще 2-3 года назад и, правильно сказала коллега, финансирование. От того, что они говорят, халва-халва во рту сладко не будет, необходимо, чтобы уже сегодня на бюджет 2018 года финансирование были заложены конкретная сумма, которая будет использована в 2018 году для строительства или, по крайней мере, приобретения этого жилья. Пока мы этого не видим. Мы просто видим желания неких политиков, которые хотят на каких-то таких пустых лозунгах, желаниях, высказанных, что вот мы там боремся, мы там за народ, стараемся. На самом деле, десятки тысяч граждан Украины, которые имеют право и государство обязанно, не выполняют свои обязательства. Люди не могут найти себе жилье, не могут в нормальных условиях жить. Это серьезный позор, я бы сказал. Мы говорим о тех людях, которые добровольно или бежали от войны, или добровольно выбрали, ну, свой выбор пал на большую Украину, они переехали сюда и пытаются строить... Граждане Украины имеют право принимать решение, где жить. В одной области, в других городах, в других государствах никто не лишал права граждан Украины. Захотели жить в Донецкой области, да, переехали, допустим, в Одесскую область, или Львовскую, или в любой другую. Это право граждан. Война, не война, это не имеет значения. Но если уже идет война, то государство обязано обеспечить вынужденным переселиться беженцам. Это задача непосредственно президента, непосредственно премьер-министров, всех министров, всех депутатов, они должны принимать нормативные акты постановления Кабмина, указ президента, президент должен подписать, законы должны принимать депутаты, не мы с вами и наши зрители, да, это их компетенция, их обязанность, и они должны были это сделать еще несколько лет назад. Почему не сделали? Придет время, когда они потеряют власть, мы им зададим вопрос, почему это не сделали? Они нарушают закон, нарушают права граждан. И вот эти заявления, которые мы слышим, так как Абмин выносит решение, или это будет нормативным актом регулировано, да? Ну, ладно, бог с ними, пусть будет поздно, чем никогда. Но в любом случае, вот те законы, которые есть, они должны быть профинансированы. Финансы они могут найти. Тем более, что наши европейские доноры готовы профинансировать, выделить там гранды, выделить там финансовую помощь, и в том числе по программе строительства жилья для участников АТО и вынужденным переселенцам. Эдуард, я хочу привести цитату, касающуюся взаимоотношений правительства и жителей неконтролируемых территорий Украины, и, собственно, узнать ваше отношение к ней. Обращение жителей из неподконтрольной территории к официальным властям является актом признания или официальной, признания ими официальной власти. Отказывая в выплате пенсии государство, посылает им очень важное сообщение. Вы не наши граждане. Если вы совершаете такие ошибки сейчас, они ухнутся вам позже. Такие советы, такие слова давали международные эксперты нашим политикам на недавней правозащитной международной конференции в Киеве. Ваше мнение по этому поводу? Однозначно. Чиновник, который выполняет свои обязанности и должностные обязанности, неважно какого ранга, райадминистрация, обладминистрация, министр, премьер-министр, президент, если они в конкретное историческое время, это вот срок, который он должен принимать. То есть временный сотрудник. Да. Не принимает решения и таким образом нарушает нормы закона, нарушает права и интересы граждан Украины, переселенцы, не переселенцы, не имеет значения, они совершают должностное преступление. Но пока у власти, у них есть политическая крыша, закон не работает, генеральный прокурор слепой, суды ничего не решают, да, то есть органы власти не привлекают к ответственности. Они этим пользуются. Мы можем только это озвучить, донести до них. Рано или поздно будет та история, что была с вашим предшественником, Януковичем, Захарченко, генеральным прокурором. То есть ситуация повторится однозначно. Но в этот конкретный период времени, да, люди хотят нормально жить, хотят получить поддержку государства, получать те пенсии, зарплаты, которые они заработали. И задача государства обеспечить. Не может премьер-министр, да, например, решить одним ростчерком пера, запретить там 10 тысяч пенсионеров получать пенсии. Кто ты такой, чтобы запрещать? Твои действия должны быть в мерах твоих полномочий. Премьер-министр, закон о статусе, закон о кабинете министров, да, норма конституции, другие законы. И когда должностное лицо нарушает эти законы, в прошлом или настоящем, у меня однозначно возникнет вопрос к нему в будущем. Да, почему вы это сделали? Я понимаю, что мы обсуждаем проблемы, которые люди не могут решать. Выходят акции протеста перед кабинетом министров, да, пытаются донести до кабмина. Не творите зло, не творите нарушение закона, да. Ну, им пока еще, знаете как, ну, пусть там покричат, там так далее, да. А потом это уже будет в виде исковых заявлений, да, в судах Украины, в европейских судах, потому что сегодняшняя власть должна думать о будущем, о своем будущем, о настоящем людей, которые сегодня живут. Этого не происходит. Вы однозначно за выплаты пенсии на непосконтрольных территориях. Подождите, как я могу быть против? Это право законное. Я правозащитник. Я хочу узнать у вас механизм, который вы бы предложили, для того, чтобы сразу и от всех манипуляций... Действующая власть, Украина, исполнительная власть, премьер-министры, министры, обязаны выполнять нормы закона, которые дают гражданам право получать пенсию. Я имею в виду, как их выполнять в нынешних условиях, в которых мы живем, в условиях войны. Одно из правильных решений, которое Кабмин принял уже с опозданиями на три года, что дал возможность другим банкам выплачивать пенсии и другие социальные пособия, могут граждане выезжать... Это на контролируемой территории. Да, конечно. Выезжать, получать свои пенсии. Но сейчас это можно делать без всякой опаски. Что мы будем финансировать материально, ДНР, ЛНР. Не, уже ситуация изменилась. Можно и нужно было это делать раньше, но в любом случае чиновники не выполняют свои обязательства. Хотел бы вас еще спросить о праве голоса переселенцев на местных выборах за мажоритарщиков. Как решается этот вопрос? До сегодняшнего дня, пока они такого права не имеют, избираться мы, я тоже как переселенец, я имею право в местные органы власти, но голосовать нет. Депутаты Верховной Рады, Кабинет Министров, исполнительный орган, высший исполнительный орган государства Украины, обязаны, обязаны, подчеркиваю, по нормам Конституции, по действующим законам, обязаны создавать условия всем гражданам Украины голосовать по месту жительства или любому населенному пункту Украины, где он хочет. За кого хочет, за любого политика, за политическую партию. Это обязан государство. Сегодня мы видим, что государство в лице государственных органов грубо нарушает Конституцию, законы. Ну, нарушает. Ну, кто ты такой, премьер-министр, президент, что ты меня заставляешь или лишаешь меня права голосовать, или заставляешь голосовать на том, на соленом пункте, где там, или Винницкая область, или там, или где еще. Это мое право, конституционное право. Просто мы, граждане Украины, забыли, что мы им делегируем право на время президента, там, 5 лет, или депутатам, да, или премьер-министрам. А они себя считают вечными. И поэтому они считают, что могут дограничить наше конституционное право на голосование. Это норма демократии, народной власти. Мы, по Конституции власть, мы избираем, вас меняем, меняем на другого, более лучшего. А они считают, что мы не имеем права. Если война, люди вынуждены переселенцы, да, то они потеряли право. Будут голосовать там непонятно за кого. Не ваше дело, за кого он будет голосовать. Вы обязаны принять требования закона и создавать условия. Хорошо, Бог с вами. Не хотите делать, да? Так знайте. Через год, через 5-10 лет вы будете осуждены. Вас будут лишать свободы на 10 лет, на 15 лет за то преступление, которое совершаете сегодня. Но они это не понимают. Они думают, что они будут вечно у власти, еще через 15-20 лет, как Путин, да, вечно во власти, своим Медведевым. Но этого не произойдет. Я уверен, что все-таки мы сможем в ближайшее время, да, я имею в виду там и гражданское общество, и средства массовой информации сможем донести до сегодняшних властимущих, да, чтобы они понимали, нельзя нарушать права граждан, нельзя нарушать избирательное право граждан, да, за это придется отвечать вам. Давайте вспомним ваш одиночный пикет. Я знаю, что под стенами кабинета министров Украины вы стояли с плакатом «Жду, ну, только по-украински жду встречи с Владимиром Гройсманом». Да. Дождались ли какие успехи? До этого в декабре я выступал против Яценюка, я требовал его отставки, все говорили, что это, наверное, неправильная акция, результата будет вообще ноль, да. В итоге я с вами здесь, а его уже нет, ну, пока. Это благодаря вам, я так понимаю. Нет, не только, в том числе, да, там выступала акция я перед кабинетом, перед администрацией президента требовала, чтобы был внедрен проект «Диалог народа и власть». Кстати, в Донецкой области мы в 37 городах провели диалог народа и власти, да, и мы давали гражданам Украины, жителям Донецкой области, правовую, бесплатную помощь. Я об этом выступал в этой же студии, да. Но почему это Гройсман не хочет, чтобы этот механизм работал по всей Украине? Они не заинтересованы, чтобы была борьба с коррупцией, они не заинтересованы, чтобы граждане Украины получали правовую помощь от государства. Соответственно, когда я выступал одиночно акцией, да, я пытался достучаться до Гройсмана. А приемные и бесплатные правовые помощи, они, вы считаете, эффективны? Вот как раз в рамках этого проекта, диалог народа и власти противодействия коррупции, который мы провели в Донецкой области, да, там, и в Киевской области, и в других городах Украины, они не хотят сделать по всей Украине. Я выступил с акцией протеста, да, и требовал, чтобы Гройсман принял, чтобы я им рассказал. Я надеялся, как наивно, опять-таки, да, человек, который думает, что Гройсман, премьер-министр, и министр думает о благо Украины, а граждане обо мне думают. Нет, они думают о себе, о своих шкурных интересах. Они думают, пока у власти урвать побольше и ничего не сделать. И, соответственно, моя дневночная акция была попытка обратить его внимание. Господин Гройсман, это мы, граждане, постоянные, вы временные. Приходят такие, как вы, да, и уходят. Но ситуация, как уходят, остается безнаказанно, мы не позволим. Рано или поздно придется и Гройсман отвечать. Он пока великий премьер-министр, недосягаемый, да, не могу попасть к нему. Там стоит охрана, меня не пускают, да, говорят, Эдуард, вас не пустим. Но акции неночные, постоянно то, что проводят наши граждане, да, вот перед Кабминой, то, что Ольга говорила, это необходимо делать, чтобы они понимали, что были в тонусе, что рано или поздно бездействие обернется правовыми последствиями для них. Эдуард, а теперь давайте поговорим о простых гражданах Украины. Вот, я, меня интересует, проводит ли мониторинг прав человека на неконтролируемой территории? Какие-либо организации, какие отчеты вам известны и, возможно, какие самые массовые или обширные, или самые распространенные нарушения прав человека на той территории? Ну, скажем так, террористы, убийцы, коллаборанты, которые захватили часть территории вместе с российскими войсками, так называемые Захарченко и Платницкий, да, не позволяют проводить как-либо мониторинг прав человека на оккупированную, временно оккупированную территорию. Информацию мы получаем штучно от конкретных людей, которых мы знали, я знал, например, своих друзья, которые там проживают, да, мне звонят, там, рассказывают о тех проблемах, которые есть, отсутствия правовой помощи, да, вот нету той правовой помощи, которая необходима, потому что там правовая вакханалья, они поймёшь, там, за какого Syarra работает, там, или их дендендендендрэрский, там, закон, или российский закон работает, да, там, или европейское право работает, там, что-то такой кошмар какой-то, да, Каша какая-то получается. Соответственно, люди не могут обращаться куда-либо. Нет органов власти, куда можно прийти и получить от юриста конкретный ответ на свои вопросы. Вот такие вопросы нет. Соответственно, это уже нарушает права граждан Украины. И это вина не только террористов, что они не могут. Это прямая вина еще в том числе украинской власти. Я предлагал в свое время еще в 2014-2015 году, чтобы можно было бы дистанционно, чтобы люди могли бы звонить по телефону, получать помощь юристов или специалистов права по линии Министерства юстиции. Никто этого не сделал. Да, создали по Украине и как-то наглухо забыли, что есть граждан Украины, которые имеют право на юридическую помощь государства, оккупированы в территориях. Так нельзя было делать и нельзя делать сейчас. Мы имеем то, что не имеем, к сожалению. Эдуард, к следующей теме. Языковой конфликт вокруг нового закона образования, международный даже языковой конфликт, разгорелся на прошлой неделе. Перейдем к ней, пообщаемся после материала. Украинский язык в школах не нарушает прав национальных меньшинств. В этом министр образования убеждала иностранных послов. По новому закону на языке нацменьшинств в Украине теперь учат только в младших классах. Потом постепенно на украинском. Это не понравилось Венгрии, Молдове, Румынии и России. Тему продолжат мои коллеги. В этой ужгородской школе все уроки проходят на венгерском языке. Учатся около полутысячи детей. Их родители по национальности Венгрия. Катя рассказывает маме на родном, как прошел день в школе. А потом с легкостью переводит нам на украинский. Мама, вот он кинт. Что мы туда на дворе играли? Мать объясняет. Отдала детей в венгерскую школу, так как не видит их будущего в Украине. Я не хотела бы шептать. Автомобили послов в Венгрии, Молдовы, Болгарии, Румынии у входа в Министерство иностранных дел. Внутри дипломаты слушают объяснения по поводу закона об образовании. Документ предполагает увеличение часов преподавания школьных предметов на украинском языке. Впечатлениями от услышанного не делятся. Министерство образования после встречи с дипломатами излучает уверенность в том, что ее слова их убедили. Объясняла, что окончив школу на языке национальных меньшинств, нашим гражданам сложно поступить в отечественные вузы или устроиться на работу. Ведь не знают украинского языка. Закон, который взволновал четыре страны, отдадут на экспертизу. Проверят, не нарушает ли он прав нацменьшинств. Мы готовы в Раду Европы надать эту статью, закону, для экспертизы, с приводу того, что эта статья не порушает тех международных обязанностей, которые взяла на себя Украина. Несмотря на то, что Москва перед агрессией в Крыму и на Донбассе заявляла об ущемлении прав русскоязычных, в МИДе уверены, новый закон об образовании не ухудшит ситуацию на востоке Украины. У нас есть, на жаль, но, на великой жаль, очень много других основ, за которые Россия может поселить агрессию против нас. Это наиболее наших проблем, прямо сейчас. Ожидается, что президент подпишет новый закон в начале октября. И со следующего учебного года уроков на украинском языке станет больше. Эдуард, седьмая статья этого закона, которая вызвала бурную реакцию у даже большего списка стран, чем я назвал, там еще была и Греция, и Болгария, еще активнее всего Венгрия выступает против именно этой статьи. Она содержит то, что преподавание в школах и вузах отныне будет на украинском языке, где национальные меньшинства сохраняют право обучаться всем предметам на своем родном языке до пятого класса, а потом у них остается право на родном языке получать образование только несколько предметов. Но это цитата, сколько не уточняет закон. Это должно укрепить позиции украинского языка в местах компактного проживания этих национальных меньшинств и, собственно, интегрировать их в украинский образовательный процесс. А министр говорил о том, что они слишком, особенно Закарпатская область, где больше всего самая большая венгерская община живет, у них очень низкие показатели по внешнему и независимому тестированию. Противники говорят, что это наступление на их идентичность и даже культуру. Вы на чьей стороне, ваше мнение? Начну с того, что при разработке законопроекта образования необходимо было провести общественное слушание среди общественных организаций, которые уже действуют в территории Украины более 20 лет по защите национальных меньшинств. У нас есть общественные организации, которые защищают права венгров, поляков, немцев, белорусов, других национальностей, СНГ. То есть, если обсуждали бы этот законопроект сначала, а они работают со своими посольствами, прямой, и уже можно было бы выявить эти нарушения на этом этапе, внести изменения и согласования, чтобы это не вызвало такой международный скандал наших соседей. Но, с другой стороны, Киев уверен в своей правоте, раз демонстративно говорит, что Совет Европы пусть проанализирует. Который касается миллионов граждан Украины, этнического меньшинства. Необходимо эти обсуждения, эти законопроекты не только в кулуарах, да, или в комитетах Верховной Рады, но и в открытую площадку. То есть, общественности, да, те общественные организации, которые защищают права национальных меньшинств. Они бы, их юристы изучали бы, как это мы делали раньше. Я лично работаю со всеми национальными меньшинствами уже последние 25 лет. Я знаю видения, я понимаю желания, да, и, соответственно, вот эта практика, которая сегодня происходит, да, подготовили в кабинетах чиновников, да, протащили через Верховную Раду, даже если закон в интересах украинского языка, да. Согласен, порой сам принцип, я не знаю, застарилый. На сегодняшний день этот скандал утихает потихонечку, да? Да, он утихает, и министр демонстративно говорит о том, что мы даем его Совету Европы на анализ, собственно, этот документ. То есть, на чем строится украинская защита? Защита строится на том, что это как бы в интересах государства Украины для украинского языка, да, то есть мы популяризируем украинский язык, с одной стороны, с другой стороны, если вы так уверены, почему же вы отдаете законопроект на экспертизу европейским коллегам, да, а до этого не отдали нашим украинским экспертам, да, чтобы мы провели эту экспертизу. Соответственно, я уверен, что этот законопроект пройдет экспертизу, да, по одному статье это точно будет замечание, его депутаты после подписания президента внесут изменения, да, и это будет уже как бы компромиссный вариант, который бы учитывал интересы наших европейских партнеров, да, защищающие интересы граждан Украины по этническим признакам. Если можно коротко, вот где, по-вашему, должна быть середина национальный интерес или добрососедский, между национальным интересом и добрососедскими отношениями? Во внутренней политике, внешней политике Украина должна использовать золотую середину. Интерес Украины, однозначно, да, и интерес наших европейских партнеров и граждан этих стран. Хорошо. Последняя тема у нас. Верховная Рада Украины планирует в ближайшие три месяца запретить в Украину, принять закон, который запрещает ввоз в Украину машин, машин на евро-номерах. Ваша позиция и аргументация вашей позиции. С одной стороны, как правозащитник, я за то, чтобы граждане Украины имели возможность приобретать автотранспорт для своей семьи, да, при минимальных оплатах на всякие пошлины, да, и другие платежи. С другой стороны, я понимаю, что эту систему, да, вот создали автомобильную аферу, создали ранее, и всяческие компании предлагали гражданам, да, вы приобретаете за копейки, да, и вы потом уже используете на территории Украины. При этом они умалчивали, и наши органы государственной власти не объясняли людям, которые потенциально стали, по сути дела, и жертвой ситуации. То есть, перевозя через границу Украины автомобили, зарегистрированные там в Литве, Польше и так далее, то там действуют законы Польши или Литвы, например, там за 80 дней необходимо провести госрегистрацию, да, и провести страховку, и в том числе проверку на техническое состояние. Отсутствие таковых снимает госрегистрация, и машина, которая законно пересекает украинскую границу на территорию Украины, да, автоматически становится транспортом, как нарушающий законы и Литвы, и Украины. Это раз. Во-вторых, сегодня пытается, депутат Верховной Рады, да, унесли два законопроекта. Один проект законно предлагает нулевую ставку, то есть по нулям, а другой предлагает там 2 евро в день оплачивать за то, что транспорт находился в территории Украины. Понятное дело, что часть общества, те, которые купили эти машины на бляхах, они против этого. Но, с другой стороны, для того, чтобы найти общее понимание, я бы предложил бы Кабинету министра провести на основании законной референдуме, по всей Украине референдум на предмет того, стоило бы принять законы, которые бы освободила часть социума от оплаты налогов, то есть сделать их элитными, да, в отношении другой категории граждан. Или же минимальное время для опроса, социологические опросы. Выбрать там 5-6 компаний, провести по всей Украине, получить отчет и понимать, что происходит, и как думают граждане. Если большинство граждан Украины считает, что надо им дать закон нулевой ставки, вопросов нету. Демократия. Если такой средств проведут. Меньшество подчиняется решению большинства. Если граждане Украины скажут по референдуму, соцопросу, что да, надо принимать закон, чтобы они оплатили по такой-то там пошлине, будьте любезны, выполняйте. Если так проведут, то каким должен быть механизм, чтобы вот и люди были довольны, да, собственно, и автопром, возможно, не пострадал, и так далее. Ну, в любом случае, надо, опять-таки, находить в золотую середину, но нельзя доводить ситуацию до такого накала, что у нас произошло, да, там накапливалось, да, митинги, там, акции, там, прочее, прочее. В любом случае, Кабмину необходимо определиться, да, то есть насколько общество, государство, граждане Украины поддерживают ту или иную инициативу, да. У нас происходит некий кулуар на договоренности, да, там, какие-то участники пикета, там, договариваются с какими-то депутатами, да, они выступают, делали какие-то публичные заявления, что вот мы примем закон, да, который сделает нулевые ставки, это вызывает раздражение другой части общества, то есть они не могут найти какое-то правильное решение для того, чтобы это устроило бы и одну, и другую сторону. То, что я предложил, с моей точки зрения, было бы правильно, и это было бы развязание того конфликта, который сегодня есть у нас в Украине. Эдуард, спасибо большое за интервью, за ваше мнение, за вашу позицию и работу. В гостях у программы «Лабиринты мнений» был председатель правления Международной лиги защиты прав граждан, правозащитник Эдуард Багиров. На этом у меня все, эфир для вас провел Максим Сурарский. Увидимся ровно через неделю, сразу после выпуска «Времени новостей Донбасса» и прогноза погоды. Берегите себя и принимайте правильное решение. Субтитры сделал DimaTorzok